Всем привет, канал 100-бальный репетитор, и сегодня у нас такая страшная тема ролика, почему выпускникам 2022 не повезло с ЕГЭ по профильной математике. Давайте разберемся, а потом расскажу, как из этой непростой ситуации нам выпутываться. Денек зашибись просто. Прикол заключается в том, что, по-моему, с 2015 или, может быть, с 2016 года ЕГЭ по профильной математике вообще не менялся. Да, вводили эту базу, но это никак не влияло на вот этот вот большой основной экзамен. Там было 12 заданий первой части и 7 заданий из второй, причем даже вот эти первичные баллы всегда были одинаковы. И, например, в 2021 году мы опирались на что? На шкалу перевода балл в ЕГЭ, которая вот из первичных во вторичные. То есть всего было 32 первичных балла, и ты набираешь, например, 19. 19 первичных означало 80 вторичных. И сейчас у нас в 2022 году есть две проблемы. Проблема номер один — это как раз шкала перевода баллов из первичной во вторичную. У нас теперь 31 первичный балл, потому что 11 заданий из первой части и 7 заданий со второй. И самый большой прикол, что вот вы пишете пробники, получаете какое-то количество первичных баллов, а потом вам по непонятно какой шкале говорят ваш результат во вторичных баллов. Но на самом деле никто еще не знает, как будут эти баллы выставлять. Я вообще херею, как так-то? Как так-то? То есть вообще сейчас не существует никакой шкалы. Вы набрали 16 первичных, а это может означать 78 вторичных или 76 вторичных, может быть даже 74. И кажется, что новая шкала появится только после того, как вы сдадите ЕГЭ. Вот, например, раньше можно было допустить две ошибки, набрать 31 первичный балл или 30 из 32, и все еще получить 100 баллов. А как будет в этом году, никто не знает. И если раньше вот у меня был такой курс на 80 баллов, и я знал, что первая часть плюс уравнение неравенства экономической задачи, это ровно 80, то теперь я не знаю, сколько будет весить такой набор. И тут опять же несколько причин. Первая часть стала меньше на одно задание. Уравнение под номером 12 так же, как было 2 балла, так и осталось 2 балла неравенства, как было 2, так и осталось 2, а вот экономическая задача. Раньше стоило 3 первичных балла, а теперь 2 первичных балла. Подытожим. Если раньше этот набор составлял 19 первичных баллов, которые точно означали 80 во вторичные, то теперь баллов-то меньше, первичных даже 17. И мы не знаем вообще, вот во что это перевернется во вторичной системе. То есть нам теперь намного сложнее прогнозировать конечный результат. Как же может так быть-то, если это вообще бред какой-то, серьезно? И причина номер 2. У нас добавились в первую часть 2 новых задания. Это теория вероятности номер 10, которые раньше уже была такая тема, но тут вроде бы как могут быть другие теперь задания, мы не знаем какие, об этом чуть поподробнее будет попозже, и графики. И эти задания до этого никогда раньше не проходились, во-первых, не изучались и так далее, и так далее. Это все понятно, но проблема в другом. Мы не знаем, какие именно они могут быть на ЕГЭ. То есть раньше, и вот это важно, первая часть была всегда в открытом банке ФИПИ, и задания первой части брались только оттуда, и ничего другого попасться не могло. А сейчас уже конец января, может быть ролик выйдет в феврале в месяце, и мы до сих пор не знаем, какие задания могут попасться, потому что открытый банк ФИПИ до сих пор не пополнен. Да, разные образовательные блогеры записывают и пугают нас, вас, нас, школьников, что, блин, просто капец, какая-то там формула байсов, какие-то суперсложные задачи, которые им даже тяжело, которые решаются университетскими преподавателями, но на самом деле, кому нету еще открытого банка ЕГЭ. Это усложняет подготовку. Например, в теории вероятности мы можем проходить задания, которые есть в сборнике Ященко, вот эти вот 36 вариантов. Но я посмотрел эти задания, там некоторые, мне кажется, что, ну вообще стопудов не могут быть. По графикам тоже есть какие-то задания на решу ЕГЭ, которые просто какой-то чувак взял и сочинил, но мне кажется, что это прям вообще бред-бред, такого не может быть. А есть какие-то задания немного другого формата, в том же сборнике Ященко. И вот откуда брать информацию, как готовиться до сих пор в феврале, еще никто не знает. Но эту проблему я считаю чуть менее значительной, потому что графики нужно проходить с основной функцией, и с их графики. По теории вероятности, наверное, нужно проходить теорему вот этого сложения или умножения вероятности. И, наверное, пока что достаточно, а в феврале скоро пополнится этот открытый банк ФИПИ. И мы точно с вами будем знать, какие задания вам попадутся на ЕГЭ. Да-да, еще раз, это супер важно. В первой части на ЕГЭ по профильной математике попадутся только задания из открытого банка ФИПИ. Если мы прорешаем весь открытый банк ФИПИ, то вам точно попадется уже то, что вы решали. Это касается, еще раз, первой части ЕГЭ по профильной математике. Так что в феврале его пополнят, так еще Ященко говорил, осенью, в январе-феврале он сказал, но январь уже прошел. В феврале он будет пополнен, мы прорешаем все задания, которые там вообще только будут по графикам и по этой теории вероятности. Это значит, что вы точно будете готовы. Поэтому советую вам в первую очередь прислушиваться к людям, к преподавателям, которые посвящены в тему ЕГЭ и профессионально готовят именно к этому экзамену. Тогда у вас будет меньше поводов для беспокойства, вы сможете выбрать правильную стратегию подготовки к ЕГЭ. Подпишись на этот канал, поставь лайк, здесь много полезного и интересного о подготовке к ЕГЭ по профильной математике. С вами был 100-бальный репетитор, я знаю ЕГЭ по профильной математике, все, пока-пока.